Девчонки, всем доброе утро. Мы с Катюшкой едем в детский садик. Да? Да. Хочешь в садик? Нет? Ну сейчас придешь, покушаешь, поиграешь, да? И мама уже придет за тобой, да? А папа вечером домой. А, подожди, сегодня за тобой не мама, сегодня папа придет, да? Нет? Мама? Нет. Девчонки, всем привет. Я лежу в кровати. И, честно говоря, хочу поспать. У меня через 2 часа первый урок. И потом у меня будет час-перерыв. И будет еще один урок. И еще два урока. Утром я сходила на танцы. Очень клево сходила. Но, конечно, я подустала прыгать там, скакать. Танцы сегодня у меня были латино. Сейчас говорю, даже реально нет сил. В общем, в Телеграме уже рассказала. Настолько там классная группа. Туда ходят в основном женщины постарше, то есть которым уже там 40-45 плюс. И я с ними хожу. Я хожу не так часто, потому что у меня болеет Катя. Или я себя не очень чувствую. Поэтому я хожу по своему желанию, по состоянию своему. Вот. Поэтому они там уже знают все танцы. Я еще нет. В общем, очень клево сходила. Прям вообще рада, не знаю как, что себя вытащила из дома сходить вот так вот на занятия. У меня по плану сегодня видео про мои недельки дальше. Я хочу записать про токсикоз. Хочу немножко так рассказать свой дневник беременности, продолжить. Мне кажется, мне интересно будет это пересматривать через время. Надеюсь, у меня будут силы, потому что выходные у нас загружены. Муж работает в субботу. В субботу у него стоматолог. Мы еще хотим пригласить друзей в гости. У них маленький малыш, чтобы Катя как-то познакомилась с очень маленьким пупсиком. Ему там 3 или 4 месяца. Посмотрим, как она отреагирует на малыша. Вот, в общем, планы есть. И на следующей неделе у меня тоже загружена она очень сильно. У меня будет один урок вождения перед экзаменом. Вспомнить, повторить там педали и так далее. Еще мне нужно будет сходить сдать на права в следующий четверг. В пятницу у меня прием у врача. В воскресенье у нас УЗИ, где мы узнаем пол пупсика. Это, в общем, очень-очень такая будет насыщенная неделька. Надеюсь, что Катя отходит в сад. Сегодня я ее повела первый раз после нашей затяжной болезни. Я выложила шоц, как веду Катю в садик. И мне там уже девушка одна написала. Сейчас опять неделю поводите, будете болеть. Ну, блин, не хотелось бы. Знаете, честно, ставлю ставки хотя бы на пару недель. Просто потому, что тяжело и хочется немножко отдохнуть. Просто поваляться. Не сказать, что мне тяжело именно с Катей. То есть мы с ней, в принципе, когда у нас проходит день, у нас все по режиму. Мы встаем, кушаем, убираемся, играем, занимаемся спортом, гуляем, ложимся вместе спать, обедаем, ведем уроки. Приходит папа. То есть у нас день проходит не как-то муторно. Я жду вечера. Вот мы... В общем, у нас нормально проходит день. Достаточно весело. Катя меня не напрягает. Но все равно хочется устраивать себе такие деньки, когда ты можешь просто полежать. Сейчас я занималась YouTube-каналом. Добавляла субтитры на видео. Добавляла... Там какие-то моментики. Меняла баннер свой на YouTube. В общем, всякими такими штучками занималась. Потому что, когда Катюша дома, конечно, она не хочет, чтобы я занималась ноутбуком. Она хочет, чтобы я занималась ей. Ну вот. Такие дела. Я три дня подряд выкладываю влоги. И это для меня вообще... Давно такого не было. Моей такой продуктивности. Также я почти каждый день выкладываю шотсы. И на самом деле, когда мне пишут комментарии, девчонки, я дико заряжаюсь. Понимаю, что мне это нравится. Что я это хочу продолжать делать. Но у меня, наверное, не хватает сил, моральных и физических, сейчас, чтобы какой-то режим, да, выкладывания видео сохранять. В общем, буду смотреть, как-то корректировать этот момент, чтобы не выпадать больше из YouTube. Вот. Всем большое ещё раз спасибо за поздравления о том, что я в положении. Большое спасибо всем за комментарии, за ваши истории в видео. Да, в прошлом я спрашивала о опыте грудного вскармливания, о том, как вы отучали от груди. Девушка мне задала вопрос. И там пишут комментарии, рассказывают свои истории, задают мне вопросы о Кате, о моей беременности. Это очень-очень приятно. Я вообще всегда рада пообщаться. И в Телеграм-канале также девчонки подписываются. Кому интересно более такое неформальное общение, мне тоже это очень приятно. Ссылка на Телеграм, она всегда в описании, поэтому, если вам тоже интересно, обязательно переходите. Я там каждый день выкладываю кружочки, пишу посты, какими-то ссылками делюсь. Поэтому обязательно переходите. Вот. Сейчас, в общем, я всё-таки, наверное, посплю хотя бы часок. Потом мне нужно прибраться, подготовиться к уроку, и в перерыве между занятиями я сниму видео о беременности по неделям, потому что у меня уже заканчивается шестнадцатая неделя. Завтра будет ровно шестнадцать, и начнётся семнадцатая уже. И последнее, что я записывала, это была девятая неделя, хочу снять до хотя бы недели тринадцатой. Видео, и дальше уже будет видео о втором триместре, там не так много, скажем, новостей. Всё, пойду посплю, и встретимся тогда, когда я отдохну. Девчонки, провела урок один, нормально, нормально, пошло хорошо. Планировала сегодня, правда, поспать, но замонтировалось видео и не поспала. Зато вышло новое видео. Вообще, я уже, я даже не знаю, сколько дней подряд выкладываю видео каждый день, влоги. И я считаю, что я большая молодец в этом плане. У нас на улице просто поднялся жуткий ветер, что-то идёт какой-то снег. Идти, конечно же, вообще никуда не хочется, но, слава богу, мне никуда не надо. Сегодня Катюшка из садика заберёт муж. Вообще, мы это частенько практикуем, потому что у меня вечером уроки, как раз когда ребята приходят со школы. Поэтому я веду уроки, муж заберёт Катю. Когда они приходят, я уже заканчиваю, и мы уже проводим день всей семьёй оставшейся. Вот. Вообще, ужасно соскучилась по Кате. Впереди два выходных. Хочу очень с ней прям провести их так здорово, потому что неделя будет, как я уже сказала, тяжёлая. Поэтому в садике она будет с самого утра до вечера. Я надеюсь, что мы не разболеемся и нормально походим хотя бы вот эту ближайшую неделю. Вот. Такие дела. Сейчас мне нужно поесть, нужно прибрать дом, потому что через 40 минут, уже через 35, пока я болтаю, у меня будет занятие. Причём сразу два подряд, без перерыва, и закончу я в 6 часов вечера, когда уже придут мои. То есть мне нужно всё подготовить к их приходу, чтобы было всё чистенько, аккуратненько, и они могли хорошо так провести вечерочек дома уже со мной. Вот. Такие, в общем, дела. Сейчас я поем, и уже будем с вами вместе убираться. Ну что, девчонки, решила показать вам своё пузико-триар-музико. Вообще живот в эту беременность начал расти рано, и как-то очень стремительно, немножечко даже страшновато, какой он вырастет в конце. В общем-то, здесь я немного прибираю зал, это то, что у нас осталось с вчерашнего вечера, там какие ткатиные бумажки разбросаны, мусор собираю, подгузник с утра, который Катюшке сняли. Потому что я ещё вообще не заходила толком в зал, не прибирала, всё время лежала на кровати, отдыхала, максимально пыталась насладиться одним этим деньком, когда я дома одна и могу просто поотдыхать. В общем-то, здесь у меня сейчас будут проходить два урока. Вообще, когда я провожу уроки с Катей, у меня достаточно выработанная уже стратегия. Я включаю ей мультик, приношу много разных вкусняшек, фруктов, каких-то печенек для неё детских, и она смотрит мультик, периодически подходит ко мне, я ей даю что-нибудь вкусненькое. Иногда она на ручке ко мне садится, иногда она садится рядом и рисует. Ну, в общем, уроки у нас проходят достаточно тихо, мирно, Катя уже к этому привыкла, поэтому у нас всё в этом плане хорошо. Сейчас я поставлю ноутбук и немножечко с вами поболтаем. Веду я уроки вот таким образом, просто за столом, за ноутбуком, у меня есть графический планшет и вот так всё. Я сделала такую небольшую уборку, в принципе, вчера мы убирались, и перед сном мы тоже прибирали, поэтому в общем и целом у нас было прибыльно. Я хотела показать вам ещё пособие, которое заказала для игры с Катей, вот такие вот аппликации для малышей, здесь такие картинки, а в серединке тут, ну, сами вырезалки, по типу вот. Здесь было в наборе четыре книжечки, разные животные, с львёнком, и вот такая мы вчера её начали. Мне понравилось, вот мы на черепашку склеили, Катя ей уже голову отрвала, что-то ещё мы клеили... А, мы ещё клеили уточку в конце, уточка, наверное, получилась у нас, половина отвалилась, там уже Катя просто без энтузиазма клеила. В общем, классная прям аппликация, мне понравилась, прям для самых маленьких. Мне кажется, если малышу уже годика три, то он, в принципе, вот такие крупные фигурки может вырезать сам, ну, где-то ему нам поможет, да, где-то. Ну, в общем, как по мне, три годика уже можно такое давать, повырезать. Я Кате ещё не давала в руки ножницы, как-то не знаю. У меня пока душа за неё тревожится. Я планирую около двух лет, там, в два с копейкой, купить ей, знаете, такие ножницы, безопасные для детей, с круглыми концами, они такие, там, с ограничителем, и дать ей повырезать. Есть тоже такие пособия, там, первые вырезалки. Вот, в общем, купить ей такую штучку, дать ей попробовать повырезать, но это тоже так классно, полезно. У нас на улице просто ветроган, с крыши сдувает снег. Хорошо, что муж на машине заберёт Катюшку, а то мы бы там-то с ней закоченили. Вот, на кухне я просто всё кинула в раковину, протёрла поверхности, потому что посуду мы теперь моем посудомойки. Это такое облегчение, это просто, я не знаю, девочки, я так её ждала, я так её хотела, и я так счастлива, что мы её купили, потому что раньше, я считаю, да, после обеда, после завтрака и обеда я мыла всегда кучу посуды. Вечером мы всегда ужинаем всей семьёй, и я тоже всегда, или я, или муж, мыли гору посуды. Плюс, если какая-нибудь сковородка, кастрюля освободится, мы тоже моем, если какие-нибудь там пельмени муж жарит, тоже, да, жирная сковородка. И вот куча-куча-куча посуды, всякие контейнеры, стаканы, ложки. Вчера у нас очень много накопилось посуды, потому что я готовила, и муж просто взял, завёл посудомойку. Ну, и всё, и на полтора часа я её поставила, она всё потрясающе отмыла, отмыла даже то, что я сама отмыть не могла с помощью соды, там некоторые стаканы. Мы в это время лежали, играли с Катей, мы смотрели сериал, отдыхали. У меня вчера вечером болел живот. Знаете, не болел даже, это я так громко сказала, у меня тянуло живот, такое ощущение, что его распирало в разные стороны, тянуло связки вот здесь, у меня прям так резало живот, вот так вот его всего выкручивало, внизу очень неприятное ощущение. Я лежала на кровати, я лежала на диване, я на мече сидела, я лежала на мече, в общем, что я только не делала. Ну вот, такие дела. Да, сейчас у меня будет, как я уже сказала, изжога. Сейчас у меня будет два урока подряд, ничего записать я не успела, поэтому завтра выйдет снова влог, как раз тот, который вы смотрите. Я постараюсь еще снять вечером, как придет Катя, если у меня уже закончатся занятия, как я ее встречаю. В общем, как мы там еще проводим вечер. Просто вечером на самом деле снимать не очень хочется, потому что, во-первых, я уже очень уставшая, и к вечеру у меня очень сильно всегда растягивается и болит живот. Плюс ко всему, вечером все-таки хочется провести время с семьей, мы ложимся на диван, что-то смотрим, рисуем вместе, читаем вместе. Вчера клеили вместе, Катя вчера вообще играла, танцевала, в общем, хочется именно с семьей провести время, знаете, не париться, как там одет ребенок, как там это, ну, если честно, да, сами сразу видно, я особо не парюсь по этому поводу. Но все равно, короче, хочется провести время с семьей, поэтому я мало снимаю вечером. Вот, сегодня постараюсь снять. У меня потекли окна, надо их протереть и начинать занятия. Девчонки с окнами, у нас вообще какая-то беда в этой квартире, все время запотевают они, и все это выливается на подоконник, мы без конца протираем окошки, и это очень неудобная штука. В общем, сейчас я готовлюсь к уроку, открываю все, доски, открываю мессенджер, через который мы с детишками созваниваемся, детишками. У меня там уже на самом деле взрослые девчонки, в этом году все девочки, я очень этому рада. Вообще, у меня сейчас будет урок с 10 классом, а дальше 11 класс. Я хорошо знаю математику, неплохо готовлю к ЕГЭ, у меня у ребят хорошие результаты. Девчонки, кстати, занимаюсь я вот на такой доске, не знаю, видел, кто нет. Вот это мы рисовали сечение с девочкой на прошлом уроке. Здесь решали какие-то уравнения, неравенства. В общем, классная доска, у меня есть графический планшет с ручкой, и я могу такие всякие красивые штучки делать. Честно, я прям в каком-то жестком восторге, мне прям очень нравится. Сверху открыты книги разные, сайты, с которых можно брать задания, и вот таким образом мы и занимаемся. Вообще, на самом деле, я обожаю вести уроки без Кати, потому что настолько спокойно. Ты погружаешься в занятия, в ребенка, который, да, приходит на урок, и на что не отвлекаешься. Ну, не сказать, что Катя меня отвлекает именно от математики, то есть как-то я теряю нить решения задач. Нет, я ее, конечно же, не теряю, но все равно так прям с огромным удовольствием проводишь занятия. Когда я только начинала работать, я работала в онлайн-школах в Skyeng, там есть у них направление математика, и еще в одной школе, она называлась Centrium, там я была методистом вводного урока, я тестировала ребят и прописывала им программу, каким образом им лучше подтянуть математику, подготовиться к экзаменам и так далее. Очень многие после моих вводных уроков хотели заниматься индивидуально только со мной, потому что у меня уроки очень такие, знаете, легкие в плане энергетики. Девчонки, отвела урок, еще один, устала просто нереально. У меня уж болит живот, потому что я сидела, считай, наверное, два с половиной часа без перерыва, сидела на мече, мне так легче. Тяжело вести уже уроки, с каждым днем все тяжелее, но я вообще своих ребят не представляю, как брошу. Вообще я даже на следующий учебный год хочу вести уроки, сделала небольшой перерыв до сентября, эти пару месяцев привыкну к малышу и снова очень хочу вести уроки. Я пробовала с Катей не вести их, полгода сидела только с дочкой, и, честно, я не могу так. Мне нужно чем-то заниматься. Ну-ка покажи, как у тебя получится. Вау, как красиво! А вот такую куда положишь? Покажи. Давай, куда ее положишь? Покажи. Она рядом. Нет, все равно внизу, да? Так, такую куда положишь? Видите, какой красивый Катя... Что это? Паровозик. Нет, это ряд. Очень красиво. Такой, держи. Мне кажется, ей уже можно делать игрушки, типа повтори вот цепочку, знаешь? Небольшую, несложную. Типа из трех частей. Опять мне напишут спасибо за красивую и некрасивую картинку на фоне носки грязной. Ты футболка. Треугольник, держи. Молодец, как красиво ты выкладываешь, Катюша. Малечка, молодец. Малечка, молодец. Не нужен шоу? Да. Он такой мягкий, облилый, вообще не такая, как в прошлом. Он такой жесткий был. Попахивает. Держи. Сем, مش, деви. Эй, чего персонаж нам? Маси. Маси. Девчонки У нас уже следующий день Мы с Катюшкой тут играем Дома погром Жесткий Я без сил Вообще не хочется ничего делать Хотя нужно Постель не заправлена еще Завтра у нас гости Нужно убраться Меня немножко подташнивает И сил вообще нет Начинаю что-нибудь делать Уши закладывает И очень сильно хочется спать Короче, голова прям кружится Мне кажется, упало давление Хотя, возможно, упал сахар Я начала думать на сахар Потому что утром я проснулась Было вообще плохо И я съела маленький кусочек шоколадки Мне стало полегче В общем, сегодня вот так Думаю, что Уборкой уже будем заниматься Вместе с мужем Когда он придет с работы У нас поет такая плита Чайник Катя поставила Маме чаю еще сделает Да, Катюш? Да Спасибо Вот, в общем, зашла Просто попрощаться Вчера этого не сделала Спасибо большое, что посмотрели это видео Такое видео разноплановое получилось Обо всем не о чем, как говорится Катя, пока-пока, Маша и девочка Пока-пока Все Всем еще раз пока Пишите комментарии Ставьте лайки Будем общаться уже там Потому что сегодня Я что-то вообще никакое Субтитры сделал DimaTorzok